Здравствуйте, Эдуард Ансарович. Как правильно хранить оружие? Здесь зритель интересуется, его необходимо хранить именно в сейфе или можно все-таки в каком-нибудь металлическом шкафу? Многие любители всегда говорят, у меня оружие хранится в сейфе. Сейф – это многослойная конструкция, а шкаф – это металлический шкаф, он однослойный. То есть на сегодняшний день правилами хранения устанавливается следующее. Гражданин должен хранить оружие по месту жительства в условиях, обеспечивающие его сохранность, исключающие доступ посторонних лиц в металлических или деревянных ящиках, оббитым железом, имеющим замок. То есть сейф, сейф можно, металлический ящик можно, я уже повторюсь, можно и деревянные ящики, оббитые железом, тоже можно хранить. Но главное тут помнить, что оружие это отнесет к примету повышенной опасности и гражданин несет в гражданском правовом поле ответственность, если он не обеспечит его сохранность и хранение исключающего доступ посторонних лиц. К примеру, если гражданин допустит хищение или утрату оружия, потом с этим оружием будет причинен вред другим лицам, то есть он будет нести ответственность как уголовную, то есть там есть статья 224, то есть и гражданское правовом поле. Он тоже будет нести ответственность. Имеют ли право привлечь гражданина к ответственности за неправильное хранение оружия? Такое понятие коллекционирования и экспонирования, требования к хранению оружия коллекционера, такое же, как у гражданина. Он должен хранить его в сейфах, шкафах, запятых. Выставляется оружие, есть понятие экспонирования, есть свои требования к экспонированию, как и где оружие экспонируется. Если вы считаете, что дома гражданин имеет право на коллекционирование, он дома выставляет, просто так никак нет хранения, есть понятие экспонирования. Там свои требования есть, как оружие экспонируется. Это тоже не так просто взял и выставил. Там определены такие же правила. Ну, естественно, есть ответственность за нарушение правил хранения оружия. Также есть ответственность за нарушение правил экспонирования. Административное, я же говорил, если нарушил правила хранения и в результате чего наступят последствия, могут и привлечь к уголовной ответственности. Поэтому я всех граждан призываю ответственно относиться к хранению оружия. То бишь, дома есть еще и дети. Были такие случаи, когда дети именно с каких-то там побуждений похвастаться перед сверстниками или с другими намерениями причиняли друг другу вред вплоть до смерти. Поэтому владение оружием это не просто благо, это еще большая ответственность, чтобы все помнили. Ну, наряду с этим хотелось бы добавить, что граждане имеют право хранить оружие в местах временного пребывания, но при соблюдении установленных правил хранения. Зритель наш попал в такую ситуацию, когда, ну, получилось так, по его словам, он чистил оружие, закинул под сидение автомобиля, забыл его там, ну и выехал на этом авто в другой регион. Он был остановлен сотрудниками полиции, но это повлекло большие неприятности. Расскажите, в данном случае имели право вот изымать это оружие, привлекать человека к административной ответственности. Вообще правомерными были действия сотрудников полиции. Есть такое понятие, вот, есть понятие хранения, есть понятие ношения. Вот человек, если находится сам в автомобиле, и в автомобиле находится оружие, оно находится в чехле, в кейсе, в салоне или в багажнике, это является транспортировкой. Если оружие, к примеру, самообороны, оно находится при себе, с соблюдением установленных правил ношения, то есть в кабуре это ношение. Если человек оставил в машине оружие, сам ушел, это уже нарушение правил хранения. Для понимания, я уже говорил, хранение ошибляется по месту жительства в сейфах, в шкафах, а в машине, в чехле, оно должно быть, не должно храниться. Пока ты там, это транспортировка, тебя нету, это уже нарушение установленных правил хранения. А нахождение под сиденьем, это и не нарушение правил транспортировки, оно там валяется, и не ношение. Естественно, оружие требует к себе внимания и требует еще как чуткого отношения к себе, я бы сказал. То есть вот такая безалаберность, я чистил, я кинул, я полагаю, это, я еще раз повторюсь, это предмет повышенной опасности. Он представляет опасность и для окружающих, то есть надо строго соблюдать эти правила. Я бы сказал, нарушение этих правил, оно приводит в дальнейшем к серьезным последствиям, вплоть до, я же говорю, к летальному исходу. То есть тот или иной человек или ребенок, или один другому, или себе может лишить жизни. Таких примеров большое количество. А если гражданину подарили оружие, или он нашел это оружие, какими должны быть его действия, что он должен сделать? Первое, это если оружие найдено, нужно обратиться в орган внутренних дел или в Росгвардию и сдать это оружие. То есть человек может владеть тем оружием, которое он владеет законом, то есть имеет соответствующие разрешительные документы в установленном порядке. Дарение, да, это можно дарить оружие, ну, дарится, но в установленном порядке. То есть сначала гражданин делает себе лицензию, то есть право приобретения именно такого вида типа модели оружия, после чего он в установленном порядке, либо через предприятие торговли, имеющее соответствующую лицензию на право торговли, либо через подразделение лицензионно-рассшительная работа, оно оформляется. А так взял, подарил. Для понимания сбыт оружия, то есть как и ограниченного поражения, и гладкосвольно, не говоря уже на резном оружии, оно предусматривает уголовную ответственность. Последний вопрос, Эдуард Ансарович, нужно ли специальное разрешение для приобретения газового пистолета? Сейчас газовые пистолеты не особо популярны, но тем не менее есть еще люди, которые их приобретают. Вот несколько советов для них. Газовые пистолеты приобретаются по открытой лицензии, так называемой. Оно выдается сроком на 5 лет, но после приобретения в течение двух недель оно ставится на учет. Как я уже говорил, с появлением огнестрельного оружия, ограниченного поражения популярных газовых пистолетов и револьверов резко упало. И в настоящее время, если их ранее было около, наверное, также 5-6 тысяч, а они сейчас чуть более 1 тысячи имеют. Ну, в каких интересах. То есть эффективность, наверное, сказывается применение. Ну, мне, например, пользуясь сегодняшней встречей, хотелось еще раз обратиться к владельцам оружия и обратить их внимание, в первую очередь, на применение имеющегося оружия. Граждане Российской Федерации имеют право приобретать и хранить оружие в трех целях. Для занятия спортом, охотой и самобороны. Вот последнее, то есть применение оружия гражданами определяется статьей 24 закона об оружии для защиты жизни, здоровья, собственности в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости. Вот. Это нужно всегда помнить. И применение оружия, оно, если будут превышены пределы необходимой обороны, существует за это уголовная ответственность в зависимости от причиненного вреда здоровью. И часто вот эти применения оружия в населенных пунктах, то есть стрельба в собак и так далее, имели место быть такие факты, когда был причинен вред гражданам. То есть были и летальные случаи, когда по неосторожности с гладкоствольного ружья стреляют в собаку, а дробь летит и попадает в человека. То есть всегда нужно помнить, для каких целей, для себя всегда знать и понимать, что такое необходимая оборона и что является превышением, и не допускать незаконного его применения. Для понимания, простой выстрел в воздух в населенном пункте, где есть люди, может быть расценено как хулиганство и будет привлечение к уголовной ответственности. Не говоря уже, хотелось бы еще обратить внимание на то, что стрельба, то есть в административном порядке предусматривает конфискацию этого оружия, штраф от 40 до 50 тысяч рублей, а если это была сделана группой лиц или в состоянии опьянения, от 50 до 100 с конфискацией этого оружия. То есть ответственность, на мой взгляд, адекватная, то есть ту угрозу общества, которая представляет граждане, которые стреляют в неустановленных местах, населенных пунктах, имеют вот такие серьезные последствия. Актуальное интервью сегодня нам давал заместитель начальника управления Росгвардии по Карачаево-Черкесской республике, начальник центра лицензионно-разрешительной работы Эдуард Чумаев.